В Санкт-Петербурге В Санкт-Петербурге Здесь, в Лигово, проходил первый рубеж обороны Ленинграда. Для увековечивания памяти погибших воинов по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира будет возведен большой каменный Преображенский храм. Идея этого храма всем понятная, что нужен храм на переднем рубеже обороны нашего города, потому что именно здесь умирали наши солдаты, имея горячее желание освободить наш город от этого блокадного кольца. И, конечно, мы хотим, чтобы это был не просто храм, мы хотим, чтобы это был храм-фронтовик, чтобы это был мемориальный комплекс, чтобы это место посещалось в первую очередь нашему молодежи, чтобы они хорошо знали нашу историю и учились бы на примерах своих дедов, прадедов. Видимо, мы создадим и музей, в котором мы будем собирать какие-то документы тех лет о подвиге тех солдат и тех жителей блокадного Петербурга, которые выдержали на своих плечах время войны и блокады. Поэтому, конечно, дай Бог, чтобы Господь голосовил это начинание и храм встал на этом месте и украсил эту землю, стал не только архитектурной доминантой этого микрорайона, но чтобы он стал духовной доминантой, потому что каждый храм – это духовное сердце души православного нашего народа. И пока строится храм, пока в них совершается божественная литургия, эти сердца бьются, и благодать Божия разносится, как вот по артериям, в сердца верующих, и мы живем и будем жить, пока эти храмы стоят на нашей русской земле. Сто лет назад в этих местах стоял православный храм. В начале 20 века здесь располагался дачный поселок Лигово, бывший Романовский, и там действовала Преображенская церковь на новых местах. Она была построена недалеко от железнодорожной станции Лигово и освящена 1 августа 1904 года епископом Ямбурским, Сергием Старгородским, будущим патриархом московским и всея Руси. Храм осветили в честь Преображения Господня. Церковь была деревянной, однопрестольной. В 1934 году ее закрыли, как большинство храмов Божиих, в годы гонения на Церковь Христову. Несколько лет заброшенная и поруганная Преображенская церковь пустовала, постепенно разрушаясь без молитвы. В годы Великой Отечественной войны храм оказался в самом центре ожесточенных боев и был уничтожен вражеской артиллерией. Здесь, в Лигово, на переднем рубеже обороны нашего города, в 1944 году шли жестокие бои. До 1970 года в этих местах было кладбище, уничтоженное безбожной властью. Нынешняя временная деревянная церковь, во имя иконы Божьей Матери взыскания погибших, не вмещает всех желающих вознести молитву за воинов, убиенных на поле брани. Назрела необходимость как можно быстрее начать строительство большого каменного храма в честь Преображения Господня. Мы получили разрешение на строительство в 2000 году. И было горячее желание быстро построить каменный храм Преображения Господня. И мы хотели восстановить тот храм, который стоял недалеко, рядом, буквально в полукилометре отсюда. Но это место историческое было кладбище, но, как мы теперь понимаем, что тут еще и братская могила для всех наших воинов. И когда здесь мы пытались, начиная строительство, копать зельму, мы все время натыкались на кости тех, кто был здесь охоронен, и кости наших солдат. И когда мы стали строить этот храм уже Преображения Господня, то вставала одна проблема за другой. И мы знаем, что каждый храм строится с большим напряжением сил. И каждый храм нужно вымолить, выстрадать. Ни один храм просто так вот не созидается. И поэтому, видимо, должно было пройти какое-то время с тем, чтобы этот храм именно был вымолен и выстрадан. И только вот в 2007 году удалось все-таки, несмотря ни на что, построить временный храм в честь чудотворной иконы Божьей Матери, взыскание погибших, для того, чтобы уже на этом месте началась совершаться божественная служба, для того, чтобы здесь уже была та благодать, которая и будет содействовать строительству основного храма. Слава Богу, по милости Божией, по молитве Матери Божией, 8 декабря 2007 года совершилась первая божественная литургия. С тех пор здесь прославляется имя Престрятой Троицы, и народ сюда тянется. В этом храме взыскания погибших много благодати, и теперь много прихожан служатся, две литургии, ранние и поздние воскресные и праздничные дни. И мы надеемся, что в этом году пролучим уже разрешение строить уже тот храм, который действительно будет этой вот архитектурной, доминантной и духовной для всех жителей Лигова. Мы надеемся, что Господь голосовит это начинание, потому что все молятся об этом, и все болеют душой и сердцем. И я думаю, что если есть эта вот народная молитва, и есть эта народная вот боль и желание, чтобы храм был, то Господь голосовит и храм будет. 21 сентября 2008 года в церкви иконы Божьей Матери взыскания погибших был торжественно встречен образ Царицы Небесной – Хлебная. В конце XIX века чтимый список этой иконы был принесен в Леушинский монастырь. Почти 40 лет в Леушина совершался уникальный чин неусыпающего Акафиста Божьей Матери. Первое явление иконы Хлебной произошло в 1540 году в Спасопреображенском Соловецком монастыре иноку Филиппу Калычеву, будущему святителю московскому, во время послушания в монастырской пекарне. Монах Филипп обычно ставил перед этой иконой испеченные хлеба и просфоры, испрашивая благословения Пресвятой Богородице. Второе явление произошло в блокадном Ленинграде в 1941 году. Образ обрела жительница города. Ее дочь до последних дней хранила святыню. Она домой возвращалась, и начался обстрел. И вдруг слышал, что снаряд летит свистеть, снаряд. Оббежал матросы и кричит, ложись. И толкнул. Она движет. Я когда поднялась, что такое? Подо мной иконки. Она их подняла и принесла домой. И Богородице сказала, что я своему чаду не дам погибнуть. Я своему чаду не дам погибнуть. И спасла нас. За один день до своей смерти 5 сентября 2008 года Нина Михайловна передала икону Божьей Матери Хлебная приходу Церкви Преображения Господня в Лигово ради строительства нового блокадного храма. Ежедневно в 16 часов перед этой иконой служатся молебны с акафистом и освящением хлебов. Приход приглашает всех желающих приходить в Лиговскую церковь для совместной молитвы и принять посильное участие в созидании блокадного храма «Преображение Господня». Вся приходская жизнь, она уже полноценно ведется. При нашем храме, прежде всего, есть воскресные школы. Это детские воскресные школы, две группы, и взрослые воскресные школы, которые занимаются каждое воскресенье. Также при нашем приходе существует православный клуб молодежи, преподобных Кирилла Марии Раднишских. Он существует уже больше двух лет. Это кроме еженедельных встреч с молодежью, которые также проходят по воскресеньям, это и совместные паломнические поездки, совместное проведение богослужений в разрушенных храмах, молебен о даровании христианского супружества, на который собирается молодежь у нас со всего города до 100 человек. И, наверное, самое важное, что, несмотря на то, что храм сейчас здесь временный, у нас есть уже два приписных храма. Это при детской городской больнице номер один, на авангардной, и при социальном доме Красносельского района. Мы должны заниматься людскими душами, и, конечно, мы это делаем. И надо сказать, что это действительно Божье чудо, потому что община, которую мы сейчас создаем, это уже будет приходская. То есть те люди, которые со всего города, они, может, из других приходов, или которые как-то вот приросли к нашему приходу, они вот будут уже консолидироваться вокруг уже приходской жизни, будут помогать здесь по приходу. Уже, в принципе, это началось. Помогают и оставаться вот уже в воскресный день после литургии, здесь на трапезе уже совместное обсуждение. Это уже совсем другая жизнь. Такая уже более близкая, христианская, может быть, общинная, которой, на самом деле, нам всем так не хватает. Мы не знаем, что нас ждет завтра, но мы должны всегда помнить пример жителей блокадного Ленинграда. Они выстроили, были сильны духом, потому что у них была духовная точка опоры. И теперь у нас есть эта духовная точка опоры, этот чтимый список иконы Божьей Матери, хлебная. И, конечно, мы еще надеемся на то, что Матерь Божия еще потому с нами, что перед нами большая задача строительства Преображенского храма. МИЛОСТИ И ЧУДЕСА ИЗЛИВАТИ ДО ВЕКО АМИН МИЛОСТИ ИСЕНКИ ВЕСЕНКИ Субтитры создавал DimaTorzok